Здесь все как дома, говорит воспитанник семейно-воспитательного комплекса молодежный Золаринского района Павел Квитко. 16-летний парень занимается вольной борьбой, любит трудиться на приусадебном участке. В реабилитационном центре Павел с 2006 года. Рассказывает, что живя в большой семье, многому научился. Нравится здесь. Приехал, маленький был, ничего не умел так же. Приехал, научился здесь за хозяйством хожу, кров доить, картошку садить, копать. Воду водим здесь. Семейный воспитательный комплекс молодежный работает уже 17 лет. В настоящее время в 17 домиках постоянно проживает 102 воспитанника от 3 до 18 лет. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Гостей встречают редко, тем более такие большие делегации. Навестить воспитанников центра приехал лично губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Хозяева с гордостью проводят для главы при ангаре экскурсию. А в костюме что-то нет, Дмитрий Федорович? Купчик, наверное. Смотрим, картошечка. Директор учреждения Юрий Гожалов рассказывает, условия в центре максимально приближены к жизни в семье. Это дает положительные результаты. Менее 1% бывших воспитанников попадает в неблагоприятные жизненные ситуации. Основная идея развития воспитательного комплекса – организация процесса социально-трудовой реабилитации на базе социальной деревни. Сейчас в его структуре есть стационар круглосуточного пребывания и центр образования молодежи. В доме есть все. Здесь есть скот крупнорогатый, здесь есть овечки, здесь есть кролики. То есть есть здесь все для жизни. В общем, человек, вот отсюда выходя, он умеет все. Если он даже будет жить вот в такой среде и имеет все, он уже не с голоду, не пойдет побираться, не пойдет ворвать. То есть он будет жить нормально. Почти все воспитанники реабилитационного центра занимаются спортом. А Дмитрия Мезенцева подарок – спортинвентарь, 50 комплектов лыж и 20 борцовских костюмов. Следующий объект посещения в ходе рабочей поездки по Соларинскому районам – киосок районного центра, где местные жители покупают питьевую воду. В некоторых населенных пунктах района показатели жесткости и содержания железа в воде выше нормы. Такие проблемы с питьевой водой есть еще в 16 территориях Приангария. Продавец Анна Чернигова говорит, что покупателей много, независимо выходной или будний день. За сутки реализует до 800 кубометров воды. Бывает не хватает, да, заканчивается, заказываем, потом пять. Мэр Золаринского района Владимир Самойлович поясняет губернатору. Воду доставляют каждый день спецтехникой с водозабора, который расположен в деревне Тагна. Это в 50 километрах. Качество привозимой воды соответствует требованиям, предъявляемым санитарными нормами и правилами. Цена одного литра – полтора рубля. Дмитрий Мезенцев называет ситуацию недопустимой и дает поручение министру жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Петру Воронину заняться решением проблемы обеспечения населенных пунктов области питьевой водой. По словам министра, в Приангарии уже разработана долгосрочная целевая программа «Чистая вода». Ее реализация начнется с 2012 года. За шесть лет планируется освоить около трех миллиардов рублей. У нас существует два варианта движения по этой программе. Это строительство групповых водоводов, то, что в свое время практиковалось в Советском Союзе, или строительство очистных сооружений для артезианских сважин, тех населенных пунктов, где плохое качество воды. Мы убеждены и будем идти по пути строительства очистных сооружений на артезианских сважинах в каждом населенном пункте. Позже в Золарях состоялось заседание правительства Иркутской области под председательством губернатора Дмитрия Мизинцева. Основной вопрос повестки дня – меры по профилактике социального сиротства и защите прав детей-сирот в Иркутской области. Глава региона подчеркнул, что нужно бороться не с последствиями проблемы, а с предупреждением случаев семейного неблагополучия. Для этого должен быть разработан комплексный проект социального обслуживания. Собравшиеся сошлись во мнении, что специалисты такого центра должны заниматься вопросами устройства на воспитании детей в замещающие семьи. Яна Романова, Вероника Тимошенко, Александр Мокин, Александр Барановский. Новости сейчас.